Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба». Ей нельзя противостоять. Это вот история с МХАТом. Я так думаю, ну как, ну все складывалось, ну поступило, ну чего я ушла? А если бы я не ушла, у меня не было... Ну а насколько вы ушли, потому что там было что-то, как это сейчас называется, домогательство? Да нет, ну какое домогательство? Ну как, у вас дядечка посадил на колени, стал целовать. О, это не домогательство. Сколько лет было дядечке? У дядечки было, наверное, 50. А вам? А мне 18. Ну вот. Нет, я просто говорю, ну так мне потом его однокурсники, которые учились параллельно, говорят, да всех он сажает? Да чего ты испугалась? Ну это безобидно. Ну я испугалась. Я просто к тому, что я же могла остаться, ну поцеловал, сказал, девочка моя, ничего не бойся, ничего не будет, пока ты сама не захочешь. Ну нормально, вот это и... А я думаю, как это я могу захотеть... Что я могу захотеть в таком... Я поэтому сбежала. А так бы училась в Амхате. Но тогда не было бы ни мужа, ни сына, ни внука. То есть все потом случилось так вот, как вопреки моему собственному там желанию, там еще чего-то. Понимаете? Ну вы же не знаете, как случилось бы, если бы вы остались там на коленках. А я не знаю. Да, конечно. Конечно, я поэтому убежала. Я знаю, что всем прощала, мне бы не простил, как Пырев, да, кому-то отказа. Да, он мстил, да, в черной списке. Все было, в те времена просто это все было внутри цеха, об этом публика не знала. Сейчас об этом знают зрители. И как вы вообще относитесь к тому, что, ну вот, многие актрисы делятся вот сейчас такого рода мемуарами со своими поклонниками? Я не знаю, имею в виду этот смысл. Ну то есть надо это... Вы должны узнавать эту правду. Или есть такая правда, которую лучше не знать про каких-то там, не знаю, кинокоммеров? Мне кажется, лучше не знать. Не знать. Лучше не знать. Я бы не стала, да. То есть вы против правды? Ну что, правда, тоже это такая, не знаю, зачем она сейчас эта правда им, павшим. Я такая, Фрося Бурлакова приехала из Сибири. Я была просто, ну вот все, вот по этой вот модели, абсолютно. Я когда встретилась с этим педагогом, тоже там прочитала ему, у меня был очень интересный репертуар, он так сидит, говорит, вы мне очень понравились. Я в слезы. Я говорю, да что ж такое? Я прихожу к человеку по делу, он мне объясняется в любви. У старика там глаза на лоб. Это была первая такая его реакция. Это потом уж он понял, что идиотка, видно, непроходимая, и может быть... Да, то есть он имел в виду, что в профессиональном отношении приглянулись, да. Ну, конечно, да, что материал, да, понравилось, да. Я же говорю, я буду, вы мне сейчас скажите, я же приехала там в середине года, вы меня возьмете к себе на курс? Дерзкая была такая, ужас. Мне бы сейчас вот этой дерзости нету, абсолютно утрачено. Многие знания, многие печали. А тогда я была уверена, что, ну, просто я знаю, что я вот непобедима на сцене, вот так, и так, и так. И вы меня возьмете к себе? Потому что если вы не возьмете, что я буду тратить деньги из Сибири к вам прилетать, я тогда пойду в другой учильщик. Ну, вот, поэтому он со мной поработал и позанимался, и летом я приехала и поступала, и меня познакомили с Радом Исленским, сказали, вот, она будет у нас учиться, и то, и все. Дядя Веня сказал, а что она у нас будет играть? Ему не понравилась я. Но там было это... А потом вот сбежала, и человек мне звонил домой, девчонка, вы почему не приходите в школу? Я что-то навралась, три короба, как всегда. Все удивляются. Всегда навру, навру. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция».